Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэйм и мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Так, заберем награды, первый день и это у нас 37,5 миллионов древесины. Так, беззубик мне дает рыбу. 205 тысяч рыбы всего-то лишь. Не так-то просто отвлечь креветов, чтобы незаметно собрать сброшенные ими чешуйки. Хм, креветы. Нам обязательно нужна была чешуя креветов? Нельзя было использовать, я не знаю, чешую гром или... Гронг. Чешуйки креветов уникальны по своей структуре, благодаря повышенной толщине они прекрасно защищают от зимних морозов. К тому же они обладают огнестойкостью, а значит... Я так понимаю, с появления этой великой кузни ты будешь умничать еще больше, чем раньше, да? Хм-хм-хм. Ну, походу, да. Будет умничать. Так, что у нас тут, Икинг? Мы добываем больше железа, чем тратим. Нужно снова расширить склад железа. Отлично. Без проблем. Ух ты, они справились с этой работой не хуже плеваки. Спасибо, что улучшили склад. Пожалуйста. Сморкал, а неужели склад железа улучшил ты? Нет, я думал, это ты. Я просто присвоил себе все лавры. Хм-хм-хм. Может, это рыбьенок? Так, мы выполнили два задания. Мы постоянно улучшаем Академию. Может, пора снести это недоразумение и отстроить все по новой? Хм-хм. Кто-то сказал снести? Давайте подождем, пока вернется плевака. Он столько сил на нее положил. Надеюсь, теперь Академия продержится до возвращения плеваки. Так, забираем. Неплохо. Может, и не понадобится отстраивать Академию заново. Эй, не разрушай наши мечты. Поучаствовать в ее сносе. Будь уничтожение зданий полноценной работой, вы двое бы были бы самыми востребованными в викинге на всем Олухе. Ты все время чешешься, рыбьенок. Похоже, у тебя аллергия. Я искал кое-какие материалы на опасных песках, а теперь чешусь. Кажется, я знаю, в чем дело. Рыбьенок, отправляйся к Готии. А я пока кое-что проверю. Похоже, здесь не обошлось без рыбьих хвоста. Так, друзья мои, нам нужно поискать рыбьих хвоста в опасных песках. Два раза. А для того, чтобы искать, нам нужен с тобой 103 уровень. Твою налево. То есть, тонкий намек на то, что... А не параллельно тебе прокачать до 103 уровня. Вы серьезно? Да я вечность буду, ребята, его прокачивать таким образом. Так, здесь нам выпадает древесина. Так, 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 так. Вы мне сказали, да, ребята, действительно, Громоля можно прокачать. И я, пожалуй, это сделаю. Пускай он идет на тренировку. Здесь мы отправим за железом. Так, древоруб. Я не знаю, пускай, наверное, пока посидит здесь, подумает. Так, а мы... Ну, давай, я не знаю, ребят, ну, хотя бы... Ну, хотя бы на поиски. Только кого? Чего? Ну, давай вот этого вот. Шесть часов он будет искать его. Надеюсь... Надеюсь, он его найдет. Ну, по крайней мере, мне бы этого очень сильно хотелось. Так, костолом. Давай мы тебя отправим за деревом. Так, что у нас тут дальше? Мало. Тоже мало. Очень мало, ребята, они добывают у меня дерево. Как ни крути. Вот яркий ужас, да. Это действительно пример всему. По крайней мере, по древесине он очень, ребята, хорош. Так же, как у нас хорош вот весночес. 185 миллионов. Можно, конечно, попытаться его прокачать. Он будет нам еще больше приносить. 121 миллион. Может быть, нам... Может быть, нам начать прокачивать... Штормореза? Я думаю, друзья мои, вы понимаете, что нам нужно очень-очень-очень много ресурсов. И вот я сейчас сижу и думаю, кого бы мне начать прокачивать для того, чтобы это все дело реализовать. Очень интересный вопросик. Так, ну этот мелкий 100% не будет у нас прокачиваться. В титан он не пойдет. Я даже нисколечко в этом не сомневался. Так, Боеволорд пускай, наверное, пока посидит. 115 уровень. Ну что, давай, наверное, тогда еще, наверное, его прокачаем. Пускай летит, обучается. Ребята, это крылатый ужас, необычный. Но, по-моему, нормально нам приносит. Так, ты что с тобой делать? Пока, наверное, ничего. Будешь тоже здесь сидеть в ожидании. Потому что, ребята, есть у меня еще тут, как говорится, дела. 66 миллионов. Давай за рыбой. 180 железа. Вот это я понимаю, ребята, добывает он нам железо. 450. Мне не хватает чуть-чуть. И я, наверное, отправлю его так за древесиной. Ну, показывай, что там у тебя. Да кто бы сомневался. Кто бы сомневался, что ты мне даешь яйцо на планера приливного. Даже нисколечко не сомневался в этом. Так, ребят, ну что, мы сегодня зашли. Вы мне в личку написали, что событие, событие готово. Давай посмотрим. Да, действительно, событие готово. Выживание. Нет, выживание пока закрыто, ребята. А у нас подготовка охоты и сопротивления. Блин, выживание. Ё-моё. Одно из сложных событий, кстати, выживание. Да, там мало волн. Всего лишь три. Но поскольку, ребята, поскольку их там... Точнее, три этапа по шесть волн. Там вот так вот будет. Ну, то есть, сам понимаешь, все довольно долго. Долго и муторно. Так, перья шкур. Ну, я не знаю. Ну, давай, черт с тобой. Не так уж ты много просишь для своей прокачки. Двадцать два миллиона. Шестьдесят восемь. Это уже, ребята, что-то, да? Согласись. Шестьдесят восемь миллионов. Можно, ребята, отправлять дракона на поиски. Ну, когда двадцать или меньше. Ну, прям не знаю. Обидно, что так мало нам приносит. Так, здесь тусклый янтарь. Ну, мы его дальше, ребята, отправляем. Пускай он там возвращается. Не знаю, куда. Барсик. Барсик нам дает три шестеренки. Пускай летит за посохом каким-то. Кривоклык. Ну, давай посмотрим. Понятно. Короче, Кривоклык полностью мне все, ребята, запорол. Потому что у него уже в двух ячейках тусклый янтарь. Это говорит о том, что он выпадет. Он даже, если бы он в одной ячейке был бы, все равно выпал бы. А тут в двух. Ну, сто процентов так оно и будет. И всеобщее приручение я заказал. Так, здесь у нас блестящий янтарь одна штука. А если у нас... Есть. То есть еще одно. Ну, что ж, придется тогда вот этих, ребята, охламонов отправлять. Только лишь ради того, чтобы у нас не пустовала лесопилка или рыбная ловля. Так, лети. Боеволорд, лети. Хоть вы мало мне приносите всего, но... Уж, как говорится, пускай мало, чем вообще ничего. Согласись. Так, тебе за деревом отправим. Так, здесь. Ну, давай, ты уже за деревом полетишь. Ну, и, наверное, тут пока, друзья мои, все. Так, мы сейчас легендарочку отправим с тобой еще на поиски. Ух, вроде бы как все. Ну что, пойдем, ребята. Ага, вот еще тут было местечко на лесопилочке. Ну, и все. Получается, что пока все, ребят. На рынок. На рынок. Давай мне сюда задание. Сейчас я все это заберу. А жатвенец у нас заканчивается через 4 дня, да, друзья мои? Ну, сами понимаете, я в любом бы случае не накопил бы нужное количество конфет. Поэтому я их потратил на паки. И, наверное, сейчас, ребята, у нас как раз, по-моему, еще 2 пака получится. Да, сезонный рынок. Заходим, выбираем. А вот это пак. Вскрываем и смотрим. И, как мы видим, опять склеп. Ну, ребята, ну это второй склеп. Что тут такое получить очки абонента для текущего сезона? Что за очки, ребята, абонента для текущего сезона? Ммм, так. А, ну это, видимо... Да нет, конвертации не было никакой. Слушай, я тогда не знаю, откуда мне дали эти очки. За что, точнее? Может быть, за конец сезона? Но я, причем, сомневаюсь. Так, ну что, давай тогда мы зайдем, заберем. Получается, у нас еще 2 пака будет. Ну, тут у нас ничего интересного. 200 рун, по-моему, да? Дали мне или мне показалось. 20. Да идите вы... Нет, я не буду. Все, пускай идет в сокровищество. Нифига себе, он мне сейчас все места тут займет. Своими склепами. Так, шторморез, древоруб и змеевик. Вообще, ребята, ничего интересного здесь нам не выпало. На рынке я заберу, пожалуй-ка, пак бесплатный. Громелька столом и ящейка. Так, что у нас тут последняя? А, шестеренка. Я уже думал, может, что интересное подсунут. Но нет, обычная шестеренка. Так, друзья, ну что, я погнал. Погнал на события. Вот она. Подготовка, охота и сопротивление. Оно, как мы видим, на одну заходку, да? И дается нам здесь... Раз, два, три. Ребят, 4 пака. 4 загадочных пака. Ну, такой себе. 4 загадочных пака. Ну, я надеюсь, что волны хотя бы и этапы не будут слишком сложны. Потому что тратить ради вот этого события нам, например, грушу или прилив сил, я думаю, оно того не стоит. И я вижу, у нас здесь стражники. Два стража. Так, этого я, наверное, хрумкну. А это у нас... Так, ребята, ну это же не древоруб, надеюсь. Хотя напоминает мне именно его. Так, ну с первой волной справились довольно неплохо. Последнее. Два змеевика. Друзья, начнем вот с этого. С шустрика. Потому что он для нас, как говорится... ...очень легкий. И мы его быстренько уничтожаем. Ну, а теперь и... ...борзый. Самый борзый, который я, смотрю, еще и усиление себе поставил. Так, добьешь, интересно? Ауч! Ладно. Это не страшно. Ну, вот и все. Ну, давай посмотрим, что нам здесь дадут. Серьезно? Два прилива сил? Меня это сразу начинает, ребят, настораживать. Как только я получаю прилив сил или еще что-нибудь в этом роде, у меня сразу такая тайная начинается паника. Почему? Потому что, ребят, просто так они никогда тебе таких щедрот не дадут. Либо здесь будет что-то такое ужасное, где мы это все с тобой сольем. Так же, как и заработали. Либо... Либо просто игра мне решила преподнести такой бонус. Бонус халявы, так скажем. Но я в халяву здесь не верю. Ты ее здесь никогда не дождешься. Это уж точно. Ой-ой-ой, что ж ты делаешь-то, а? Он взял, ребята, меня в смутение. Точнее, в смутение воткнул. Давай, ходи. Такс. Да давай просто его обычными атаками добьем. И вот у нас вторая волна. Значит так. Громль и ужасное чудовище. Я, пожалуй, начну с ужасного чудовища. Потому что у него уж больно велика атака. Плюс не забывай, что он себя может пробафать на эту же атаку. Сделаем так. Массовая атака. Уничтожаем чудовище. Плюс у нас идет небольшой отхил. Это ждет, ребят, наверное, 4 энергии для того, чтобы бомбануть в меня фаерболом. Скорее всего, на это он метит. Но он не успел. Но давай глянем, что же нам дадут здесь. Понятно, здесь не особо хорошая награда. Всего лишь 37,5 миллионов рыбы. Но зато почти через каждый поединок мы с тобой получаем загадочный пак. Ладно. То есть два пака уже есть у нас. Это будет третий. Потом, конечно, будет очень интересно. Мы будем с тобой биться с мини-боссом. И потом еще с боссом. Вот здесь вот, может быть, кстати, подвох-то и будет заключаться. И для чего нам дали с тобой прилив сил. Две штуки. Все будет зависеть от того, какой у нас там, ребята, мини-босс. Если мини-босс будет мощным, то босс, соответственно, будет еще круче. А вот это ты зря. Вот это ты зря. Зачем ты так сделал мне? Понизил атаку. Ну зачем? Вот так вот, друзья мои. Ладно, хотя бы уровень здесь маленький. Меня это успокаивает. У него 16-й левел всего лишь. Даже если он... Да. Даже если он свой фаербол применит. Как видишь, он не особо много отнял у нас здоровье. Ну что, добиваем его и переходим с тобой на вторую волну. Ага, на второй волне. Ё-моё. Шторморез. Скала. И ужасные чудовища. Я, наверное, начну с этого. Давай сделаем так. 17-й, 18-й и 18-й уровень. Я, опять же, друзья мои, оговорюсь, что нас спасает здесь их маленький уровень. Если бы здесь был бы 20-й, 21-й, нам бы здесь было бы очень не сладкое. Это я точно тебе говорю. Так, я добиваю чудовище. И будем, наверное, штормореза бомбить. Ну. Он просто, друзья мои, промахнулся. Но я тебе скажу следующее, что вот этот вот Ахламон, он будет... Да ладно. Я, вообще-то, думал, что он будет бомбить мне Барсика. И хотел сказать, что он его завалит. Но с таким успехом. До свидания тогда. Ну что, друзья мои, у нас очередное колесо. И здесь мы получаем еще один прилив сил. Не, ну тут что-то не то, действительно. Либо, либо, друзья, меня подготавливают к следующему событию, которое будет называться выживание. Там, скорее всего, да, без прилив сил нам просто не обойтись. Так-с, давай глядеть. Значит, так, громорок, змеевик, ну и плюс древоруб. Начнем вот с этих Ахламонов, потому что они сиди. У нас как раз по ним, ребята, идет массовая, как сказать, не массовая, а усиленная атака. И поэтому нам быстрее их разобрать. Твою дивизию, ты посмотри, что я сделал, а? Так, бафера мы с тобой уничтожили. А этот у нас пламени бомбит. Так что, друзья, его, блин, не то сделал. Не то сделал. Зачем? Вот это ошибка моя была. Ладно, короче, давай так сделаем. Вот сейчас, скорее всего, он будет пламенем бомбить. Ага. Ну, хорошо, что он попал только по двум. И, причем, видишь, не очень много здоровья отнял. Не очень много он отнял здоровья. Так что... Нормально. Слушай, он сейчас опять пламенем бомбанет. Смотри, что творит, а? Ты посмотри, что он вот... Да ты заколебал уже! Еще не легче. Ребята, еще не легче. Вот, вот, в принципе... О чем и разговор был. Хотя, подожди. Подожди, не будем сейчас, ребята, спешить делать какие-то выводы. Посмотрим, как они здесь сейчас будут. Ага. Так, слушай, ну пока вроде бы... Пока вроде бы все идет более-менее хорошо. Мы с тобой восстановили все хп. Единственное, что у нас броня здесь пониженная. Давай-ка мы добьем с тобой тройного удара. Так, и у нас древоруб остался один. Слушай, ну я, по-моему, ребята, уверен уже в нашей победе здесь. О, да. 187 миллионов рыбы. Ну, более-менее. У нас, тем более, рыба по фулке, я смотрю. Прекрасно. Ну что же, а теперь последний поединок. Это у нас будет босс. Босс этого этапа здесь. Опа, опа. Так, сородич шепота смерти. Смотрю, здесь сидит. Я, наверное, пожалуй, начну именно с него. Так, раз, два. Вы сейчас так специально делаете, чтобы ему дать три энергии, да? Давай быстренько попробуем его убрать как-нибудь. Есть. Плюс мы еще отхилились. Но ты не забывай, что это не главный босс. Главный босс будет на второй волне. Это у нас предбоссик. Да хорош, ты уже достал, а. Че, лечимся? Так, лечимся у нас у взрыва. И он бомбит именно сюда, а. Он специально хочет выбить. Уничтожить мне хила. Слушай, неприятно наблюдать такую картину. Так, это у нас кислотник. Я, насколько помню, ребята, у него довольно мощная атака, но... А, он еще и стражем идет. А, как быть? Давай, наверное, сделаю все-таки вот так вот. Мне кажется, что так будет правильнее, ребят. Сейчас бомбанет. Ой, бомбанет сейчас. Раз, два. Так, лечимся. Добиваем? О, да. Ну что же, теперь он остается у нас один. Он всем понизил атаку. Серьезно, это такая у нас... Столько урона мы наносим. Это ничтожно мало на самом-то деле. Вообще ни о чем. Так, ну что, половину здоровья я ему снял. Ну что, добиваем по ходу дела. Барсик, ты готов? Бомби. Вот и все. Ну что, друзья мои, не ожидал я, что будет такое довольно легкое у нас событие. Но, тем не менее, оно хотя бы мне дало немножко подзаработать. Те же самые прилив сил. Которых, ты видел, уже у меня оставалось очень мало. Так что, в принципе, я даже не жалею, что у нас было такое событие. Перед самым главным событием, которое у нас будет уже завтра, я надеюсь. Так, шторморез, пристеголов, водорез. Так, ну здесь, как всегда, ребят, ничего особого мне не дают. Давай, наверное, я сейчас рыбу потрачу. Только вот куда. Мы кого-то хотели прокачать, так? Кривета не получится. Здесь все по фулке. Ловушка лом. Подожди, 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 а у нас... Вот. Давай-ка мы сделаем вот так вот. Слушай, ну и отлично. У нас весночез плюс еще 300 тысяч железа будет приносить. Так, и здесь, кстати, тоже на обучение отправляем. Кто-то, кто-то еще, я помню, хотел у нас... Так, ну здесь у нас по железу проблемы. Шторморез. Подожди секунду. Заберем рыбу. Так, шепот смерти, древоруб, шторморез. Так, кто-то там, по-моему, ребята... Ага, разнокрыл. Это у нас обычный. Это просто, ребята, обычный. То есть нам от него не холодно и не жарко. Шепот ужас, шторморез. Ну, опять же, ничего хорошего нам не дали здесь. И последний. Загадочный набор. Чудовище, пристеголов, шепот смерти. Ну, все, короче, ребята. Ничегошники больше мне здесь и не дали. Так, обмен. Василиск. Вот где вот это все, ребята, искать, а? Такого у меня нету и... Вряд ли когда-нибудь будет. Масковая сладкая смерть. Понимаешь, дело в том, что на вот эти вот события мы можем отправлять только лишь одного дракона, ребята. Это наш Беззубик. И он приносит всего лишь ничего нам. Блин. Жутишот. Тыквы. Пик ворона. Ну, понятно. Видишь, если бы у нас было бы несколько драконов, которые могли бы, ребята, отправляться туда на поиски, я бы, конечно, отправлял бы. А так, нифига. Ребят, выполните обмен Великого Смутена. То есть, мне нужно еще все-таки, да? Вот. Ну, это трындец просто. Мне нужны вот эти сумки, 25 штук. Кувшины эти. Это чтобы получить зубья. Я так понимаю, зубы мы с тобой больше ниоткуда взять не можем, да? Дай-ка я, ребят, наверное, посмотрю. Вот здесь вот. Сколько он? А, он же сотку стоит. А у меня всего лишь 88. То есть, я не смогу потратить сейчас и купить этот пак. По одной простой причине, что у меня не хватает монет Одина. Так, тыквиброн. О! Да неужели? Блин, он готов обучиться, ребята, но... Но, как ты видишь, не хватает у меня древесины. Хотя, почему? Раз у нас нету возможности, давай тогда мы с тобой купим паки на древесину. Давай, открывай. Ну, вот. Кстати, ты заметил, что очень мало стали давать древесину. Раньше намного больше давали. Тьфу ты, твою налево. Ну, это издевательство. Забито, ребята, забито у меня академкой. Я не могу никого туда отправить. На прокачку, на тренировку. Ай, ладно. Ну что, дорогие друзья. Тогда на сегодня, в принципе, будем закругляться. Завтра, еще раз напоминаю, или завтра, или послезавтра мы будем с тобой проходить выживание. А вот там уже будет подгорать не по-детски. Ну, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok